Восемь жемчужин дошкольного образования искали члены жюри на региональном этапе всероссийского конкурса. В Люберцах лучшие педагоги Центрального федерального округа представили свои проекты и сразились за право участия в финале. Московский регион, Рязанская область, Калуга. 30 проектов из ЦФО защищали участники на региональном этапе. Люберцы представили два детсада, 59-й и Самолетик. Педагоги из последнего в номинации «Новая архитектуре. Достойную педагогику» показали, какие возможности имеют современные дошкольные учреждения для оздоровления детей и развития их физически. Физическое развитие является приоритетным направлением в деятельности детского сада. Регулярно проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия в спортивном зале, в бассейне, на спортивной площадке. Восемь жемчужин дошкольного образования России. Федеральный конкурс, где восемь тематических номинаций позволяют найти уникальные направления воспитания и развития детей. Образовательные прогулки ребенок в высокотехнологичном обществе, поддержка традиций и инноваций. Эти и другие направления конкурса помогут обменяться опытом педагогам со всей России. «Как правило, это воспитатели и руководители учреждений создают совместные проекты. Они дают новые вектора развития, создают определенный контур для развития дошкольных организаций. Мы сплотились специально, научно-общественный союз развития наукоградов, российское общество социологов и наша ассоциация лучших дошкольных образовательных организаций». Финал федерального конкурса прошли восемь участников за победу на всероссийском уровне. Им придется побороться с лучшими проектами педагогов из 26 регионов страны. Анна Троян, Валерия Абсалямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Луиза. Вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и вы будете в курсе самых интересных событий.